Та-та-та-та-ка, я знаю, этого парень три из трех выдаёт. Чёрт! Чёртовы вагасы! На каком проекте вы играете? Эй, спокойно, чувак, спокойно, чувак, Аризонт Диодрок! Аризонт Диодрок, какой промокод ты вёл? Промокод фиг, фиг! Что ж? И сколько бабло ты получил на старте? Нет, чел, я ещё ничего не получил, только зарегался, только зарегался! А, сори, я думал, Жирнов тебе уже обо всем рассказал. Эй, я как раз убирался. В самое время прогонить его на самый крутой сервер. Ха, ну что ж. Добро пожаловать в Аризонт Диодрок! А здесь находится ваш промокод на 200 тысяч! Всем привет, ребята, с вами снова я, Хик, и в сегодняшнем видеоролике я вам покажу, как можно заработать свой первый миллион, но в GTA San Andreas. Причём на всё это у вас уйдёт не больше 15 минут вашего свободного времени. А видео было создано при поддержке компании 1xbet, где множество спортивных дисциплин, в том числе и киберспорт. Быстрая работа сотрудников, мгновенные выплаты, где вы всегда сможете найти море интересной информации о любом виде спорта. Проходите, регистрируйтесь, есть ссылочку, можно найти в закреплённом комментарии под видео. Конечно же, когда я говорил о первом своём миллионе, я реально имел первый миллион, потому что мы начинаем игру сначала. Нет смысла начинать зарабатывать миллион тогда, когда у вас есть казино, у вас есть пройденные миссии, у вас есть какой-то стартовый капитал. Да, максимальный хардкор это 350 баксов в начале и больше ничего. В этом-то вся и суть заключается, что в начале игры нужно заработать первый миллион. Я вообще хотел на самом деле добавить эту какую-то категорию, спецрендовщик.ком, типа заработать первый миллион. Я думаю, способов вы найдёте массу, уйма, я не знаю, кто там эксперт и GTA, но я нашёл, по крайней мере, такой способ, самый проверенный, самый качественный. Как видите, если это видео вышло, значит у меня всё получилось. Так вот, прежде всего мы берём байк, для того, чтобы быстро добраться до фаер-департамента. Берём пожарную машину. Вообще нужно заработать свой первый капитал для начала. Я считаю, что этот способ самый профит, потому что, ну я не знаю, как вы ещё заработаете 50 тысяч в самом начале игры. Можно брать, конечно, ещё наркодилеров, с них выпадает довольно-таки приличная сумма, по две тысячи, по полторы, но это всё не то. Сейчас мы едем на пожарной машине, как вы уже понимаете, видео началось, у вас появился таймер, у меня есть ровно 15 минут, по крайней мере, да, я ещё так думал, что за 15 минут, в принципе, реально заработать. Но у меня получилось гораздо меньше, 13 минут, это вообще чуть ли не мировой рекорд. Можете его побить, кидаю всем этот вызов, нафиг, присылайте мне личные сообщения, блин, будем бороться за 1 миллион в начале игры. Так вот, мы берём фаер-департамент тачку, пожарная машина в просто народе, и едем на шоссе, потому что на шоссе самый лёгкий способ вообще пройти миссию пожарного. Так все делают, так делают все спидранеры, так делают все спидранеры именно стопроцентные. Так вот, мы начинаем миссию пожарного, отменяем её, просто потому что спаун дебильный получился, и просто-напросто проходим все 12 миссий. Конечно же, тут без рандома никак. Так, извините меня, но это GTA San Andreas, и в любом спидранере рандом делает все ваши косяки. Извините, но так живём, блин, такая жизнь спидранерская, нелёгкая, непростая, согласен, да. Так вот, здесь мы молимся всеми богами, которые есть на этом свете, для того, чтобы наш рандом, эта миссия пожарного не заспанила тачки где-нибудь там наверху и не в городе. Понимаете, вся суть того, что вы выполняете миссию пожарного на шоссе, это суть такова, что именно здесь будут спамить все машины. То есть шанс велик, шанс велик, шанс есть. И ваша задача взять этот шанс за яйца, как говорится, и покрутить в нужное направление, чтобы он вам улыбнулся. Это, наверное, самая скучная часть вообще до своего первого миллиона в GTA San Andreas, я так считаю, потому что нужно просто выполнить миссию пожарного и молиться на то, чтобы тачки не заспавнились на территории города. Ну, сами понимаете, если мы сейчас тачки заспавим на территории города, там повороты за вороты, тачка неустойчивая, неудобная, фиг проедешь, фиг просышь. Да еще может быть такое случится, что тачка заспавнилась на дороге, блин, приведу вам ситуацию. И какой-нибудь энпись просто его сбил. Горячего человека миссия пожарного провалена. Думаете, что я с первого раза взял, залетел, записал все это за 13 минут? О, пожалуйста, Нати, вот и вам. Нифига подобного, блин. В такие случаи у меня... Я три года пытался записать это видео. Ну, видите, бог рандома спустя три года только мне сейчас улыбнулся. Такой, ладно, заспавнил тачки там, где ты хочешь. И обратите внимание, что я сейчас поднялся на гору, на гору. И потушил сначала тачку там, для того, чтобы здесь у меня была нормальная почва, чтобы бог рандома заспавнил тачки на шоссе. И у меня это, блин, черт возьми, получается. И он спавнил тачки на шоссе гораздо где удобнее перемещаться, где вот эту вот большую махину, блин, пожарную перетаскивать туда-сюда. Нереально, блин, она массивная, пипец. Вот, ну, слава богу, все хорошо. Тачки тушатся, люди убегают. Вот собаки реально убегают туда, где дорога. Очень большой шанс, что их собьют. И миссия будет провалена. Миллион раз, я говорил, уже такое было. Но, слава богу, этот случай оказался удачным. И вообще, все сложилось, в принципе, хорошо. Следующая часть будет еще интереснее. Ну, ладно, миссия пожарного. Да, все прекрасно понимаем. 45 тысяч нам дают, 46 даже. И это, в принципе, хватает. Для дальнейших затрат. Опять, видим, тачки заспавнились на горе. Что делать? Я, конечно, незамедлительно еду сначала на гору. Потому что на шоссе тачки заспавнились. Это для меня, наоборот, хорошо. А если я сначала тушу тачки на шоссе. И последняя будет вот эта, в которой я сейчас еду. То тачки заспавнились в городе. Это для меня неудобно. Это не профессионально, как для спидранера. Который зарабатывает миллион, блин, в начале игры. Поэтому я сначала тушу тачки здесь. И возвращаюсь спокойненько на шоссе. Потому что знаю, что бог рандома. Он как бы улыбнулся, блин, шире и выше. И тачки заспавнились, конечно же, на шоссе. И это для меня лучший расклад. Который могу только придумать. Так что обращайте на это внимание. Если вот подобная ситуация возникла. Лучше сначала тачки в городе потушить. И потом вернуться. Спокойной душой потушить тачки на шоссе. Пожалуйста. Какой-то драндулет. Выходим, давайте, выбегаем. Тушимся. Все, потушились. Бог рандома такой. Ах, ты собака. Ну ладно, здесь я, конечно, блин, огорчился по полной программе. Потому что, ну, увидим. Ну, что это за спавн? В городе. Тема не работает. Ладненько. На самом деле все нормально работает. И потом, и ближе уже к девятому, там, к десятому уровню. В принципе, уже неплохо. То, что тачки спавнятся в городе. Потому что, ну, нам как раз потом нужно будет возвращаться в город. И если все вот так вот, как у меня сейчас. Это, в принципе, удачный еще расклад. А если у вас где-то на пятом, шестом левеле. Пожарника такая фигня произошла. Ну, это все удаляете. Нафиг лучше дальше с этим не связываться. У меня тут еще более-менее. Девятый левел. И я, в принципе, кружусь на районе Джефферсона. Там, где нужно покупать нам в дальнейшем дом. А это я уже заскочил во вторую часть данного видео. Потому что, ну, все делится по частям. Сначала миссия пожарного. Потом покупка дома. Потом третья часть, о которой я расскажу тебе попозже. Так, тут вот бред какой-то. Кто придумал этот выезд? Долбанный, блин, пешеходный переход. Непонятная тачка здесь не проедет. Вот, я о чем вам и говорю. Такие спавны в городе, что это просто жесть. На этой фигне ты хрен пробьешься через них. Я тут еле проехал, блин, через автомойку. Слава богу, водитель адмирала. Спасся, я его потушил. Все прекрасненько. И десятый левел. Пожалуйста. Где он заспавнился? Не хорошо для меня, потому что он заспавнился на шоссе. Но, слава богу, дырочка пригодилась. Вот эта вот, которая все вокруг, все знают об этой дырочке. И вот она для чего. Вот она для чего. Я нашел ей применение. Пожалуйста, этот вонючий, блин, буханочка красного-белого хлеба. В виде пожарного департамента. Приезжает сквозь нее. Отлично. Замечательно. Тут заспавнилась. Ладно, это полбеды. Десятый левел. Мне нужно, в принципе, уже в городе все тушить. Потому что, ну, блин. Чем раньше в городе я окажусь, тем лучше будет для меня. Времени будет меньше. Получается, мировый рекорд будет лучше. Но пока что так. 13 минут. Это мой потолок. Но я думаю, что можно еще лучше сделать. Но не факт. Потому что, как сложились обстоятельства в этом видео, вы посмотрите. И это удача. Это рандом. И он таков. Десятый левел пожарного. Больше половины пути позади. 10 минут идет видосик. 10 минут идет сам этот ран, получается. Чуть-чуть осталось. Чуть осталось до кульминации. Почему, откуда пойдет этот миллион. Сейчас вам все покажу, расскажу. Тушим тупаков. Все нормально. Тупак жив. Peace. Rest in peace. Pepperonis, как говорится. Все. 11 левел. Еще шоссе. Очень повезло сейчас. Потому что, ну, блин. Если бы заспавился в городе, там, на одной улице заспавился, на второй, на следующий, на третий, десятый, было бы чертовски неудобно. И обидно. Причем при всем при этом. Потому что, блин, левел-то уже 11. Хочется как-то быстрее. Ну и, слава богу, здесь по шоссе, по одной тачке тушим. Из них уже три. Неписи выбегает, блин. Все хотят, блин, водички отдохнуть. Я не знаю, почему они сидят. У них тачка горит, они сидят в машине. Пытаются взорваться. Что за бред вообще. Ну, самая суть. Так, отлично. 20 левел. Кульминация. В районе Джефферсон обнаружен горящий автомобиль. Самое главное, что в районе Джефферсона находится, как раз таки, то самое здание, которое нам нужно купить. Тот самый домик мечты, который принесет нам миллионы на счет. Карл как бы в этом еще пока не знает. Он пока обычный пожарный, тушит людей, загораются машины. Все пока прекрасно. В районе Джефферсона мы сейчас направляемся. Тушим наш последний пожарчик. Последние людишки, так сказать, в этом городе горят. Я тут сейчас чуть не перевернулся. Пожалуйста. Оп. Уже сколько-то там заработал. 39 баксов за трюк на двух колесах. Так, вот. Буррито. Санта Буррито. Да, это мой испанский. Погнали. Еще две машины. И вот видите, видите, насколько решает рандом в спидранах. Вообще в играх. Пипец. Вот как сложились соответственно так, что именно в этом районе будет последний уровень пожарника. Как? Вы сейчас увидите, почему это так круто произошло. Пожалуйста, еще одно Буррито. Что-то не Буррито, блин, горят. Что за день, блин, Пасхи. Короче, ладно. Погнали. Все, огонь потушен. 46 тысяч на счету. Этого хватит нам с головой. И как удачно спавнится байк. Два причем. Один я не успел взять. Второй успел взять. Слава богу. Поехали. Поехали брать домик на Джефферсоне. Он здесь единственный. Видите, на карте. Вот он зелененький. Хорошенький. Нормальненький. Кстати, вот. Прошу обратить внимание на то, что все записывается с одного дубля. Никаких вырезок. Никаких рамок. Ничего. 10 тысяч долларов. Мы сейчас тратим на него. У нас остается 46 тысяч зеленых на руках. Пипец. Скажете вы. Стартовый капитал слишком мал, чтобы заработать миллион. На самом деле нет нифига подобного. Мы сохраняемся. Разумеется, это важно. В случае чего. В случае вдруг проигрыша. Мы с вами вернемся сюда. Снимемся на байк и самое главное, третья часть данного видео. Как заработать миллион в начале игры. Это букмекерская контора. Один. Игры. Букмекерская контора, где ставить нужно на лошадей. На удачную лошадь. Я, конечно же, всеми силами, всеми пулями еду именно туда. На свой, так говорится, первый миллион. Так. Подъезжаем в букмекерскую контору. Паркуем сразу же тут байк. И ставим первую ставку. На самом деле здесь также присутствует рандом. Занимаем первый. Паши. Ставим на самый большой коэффициент. Все свои бабки. На все бабки, как говорится, блин, играем. Ма-ни-шот. Ма-ни-шот. Звучит, конечно, симпатично. Ма-ни-шот. Денежный выстрел. Прикольно. Но пока наша лошадь застает. Давай, давай, беги, беги, беги. Давай, давай, давай. Обгоняй фель этого баласа. Давай, астек. Перегоняй. Блин, какой-то синий, блин. Кто это? Не знаю кто. Ну, давай, перегоняй. Ну, нет, наша лошадь пока что-то не особо-то хочет, блин. Давай, беги быстрее. Я тут болился, обожился. Но я понимал, что это уже луз. Луз, луз, луз. Но попытка вне пытка. Начинаю новую игру. Сохраняюсь. Перезагружаюсь. Думаю, блин, пипец, не получается. Миллиона-то нет у меня на руках. Хорошо. Так, тупак выпадает сразу же с автомобиля, потому что понимает, что, блин, Карл Джонсон на пути идет зарабатывать миллион. Продолжаем двигаться туда же. Мы все в том же направлении, ребята. Все в том же направлении. Пока не пройдет удачная ставочка. Мы делаем эти ставки. Жаль, что в реальной жизни так нельзя, да? Прикиньте, прикинь. Решил, блин, поставить. Хоп, загрузился, блин, не прошла ставка. Оп, загрузился. Отлично было бы все. Так, занимаем, опять же, первый выпавшийся аппарат. Опять же, на самый большой коэффициент. И у нас здесь лошадь под другим наименованием. Пилоубайтер. Пилоубайтер. Звучит, блин, как выигрышная лошадь. Что-то я вам говорю. Сейчас, походу, выиграем полмиллиона. Обратите внимание. Поставили где-то 30 тысяч. 30 тысяч. Чтобы вы понимали. 30 тысяч. Что это вообще? Это копейки в начале игры. Это просто копейки. И с помощью одной ставочки на мою лошадь. Пилоубайтер. Пожалуйста. Так, так. Это, походу, выигрышная лошадь. Пилоубайтер. Пожалуйста. Я выиграл. 300. 424 тысячи. Со ставки 30 тысяч. Этого хватит. Далее делаю просто такую от балды ставочка. Что-то. Бифинский рысак. Кстати. Забегаю чуть вперед. Я выиграл. А это самый такой оценный коэффициент. То есть, ну, просто для поддержания равновесия. Поставьте на самый дебильный коэффициент. Поставьте на самый большой коэффициент. Ну, так. Чтобы баланс был какой-то. И все. В принципе, 300 тысяч вам хватит для того, чтобы выбить здесь миллион. Оставшиеся. Оп. Она проходит. Лол. Я выиграл 12 тысяч. Спасибо. Ставка 4 тысячи. Нужно было ставить больше. Но кто же знал. Я просто от балды поставил. Так. Последняя ставочка. Ерзанный кулак. Кстати, по-моему, она даже не последняя. Потому что нифига подобного. Думаете, все так просто, что ли? Нет. Я, блин. Молился Богу рандома так, чтобы эта ставка прошла. Но. Она не прошла. Но. Честно говоря. Идем нормально. Идем нормально. Баланс перегоняет. Но эта ставка проигрышная. Увы. Но я поставил не так уж и много, на самом деле. Вот. Достаточно ставить просто 30 тысяч. Я поставил 60. Неплохо. Вот она. Последняя ставка. Я ставлю тупо стоточку. На самый большой коэффициент. И. Ерзанный кулак. Делает. Из меня. Пенсионера. Скобочек миллионера. Конечно же. Конечно же. Так. Баланс вырывается вперед. Кулак. Движется рядом с ним. Господи. Баланс не хочет отдавать победу. И. Давай. 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 Кулак. Давай. Кулак красный. Желтый вагас. Приближается. Господи. Что происходит? Какие страсти? Рваный кулак. Зарабатывает миллион долларов. У меня сейчас. Господи. Он сейчас за крышу уже поедет. Я танцую. Все хорошо. Миллион выигран. Меньше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.